Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Что вас привело ко мне? Дело в том, что меня беспокоит кашель. Такой сильный, и всё время першит в горле. Не знаю, что я делаю. Давно? Месяц назад. Месяц назад. Вы обращались кашлем к врачам? Дело в том, что до этого, три месяца назад, я болела гриппом. Тогда я обращалась, конечно же, к врачам. Но всё прошло. А вот через месяц я начала сильно кашлять. Ну, вас вылечили. Вы соблюдали всю ту терапию, которую назначали рекомендации врачей. Ну да, всё прошло. Провели исследования все. Да, я вот принесла. Давайте посмотрим. Грипп – это вирус. Если процесс лечения прошёл успешно, то симптоматика не беспокоит, то можно сказать, что вы вылечились. Поэтому посмотрим, когда вы делали этот рентген. Ещё тогда, когда болели? Нет, это как раз когда я начала кашлять, я пошла кашляться. Сейчас, вот месяц назад, да? Давайте посмотрим. Лёгкие абсолютно чистые. Посмотрим анализы крови. Вы знаете, в крови тоже нет воспаления, при этом также не повышен урозинофил. Посмотрим, что ещё у нас есть. У нас есть моча. По тем заключениям и анализам, которые здесь представлены, я могу сказать, что данных за воспалительный процесс у вас нет. То есть стоит говорить о том, что это не воспаление, не бронхит. Мы обязательно вас послушаем. Но я бы ещё сделал несколько определённых диагностических процедур. Это спирометрия, для того, чтобы проверить, насколько увеличилась у вас жизненная ёмкость лёгких или нет. Марина, скажите, пожалуйста, вы курите? Нет. И никогда не пырили? Ну, в школе когда-то пробовала, и всё. Ясно. Есть ли у вас домашние животные? Были, но умерли. Когда? Ну, уже давно. Больше года назад? Больше. Да, в том году. Вспомните ли вы, кто-то из ваших родственников, близких, родителей страдали аллергическими заболеваниями? Да нет. Нет такого. А у вас усиливается кашель после еды или после приёма определённых лекарств? Я бы не сказала. Дело в том, что он происходит как-то спонтанно. То есть взаимосвязи с приёмом пищи вы не находите? Нет. А вы можете вспомнить этот момент, когда вы начинаете кашлять? Да, он так часто происходит, что это невозможно. Сегодня вы кашляли? Да, кашляли. Утром. Утром, один раз в день. Мокрота выделялась? Нет, кашель сухой. Кашель сухой. И сколько этот приступ длился по времени? Две минутки, три бывает. После того, как вы проснулись, или уже после того, как позавтракали и у вас начали посещать определённые мысли? Ну да, наверное, уже когда я стала завтракать, пить кофе. В этом, как-то не в смысле съеду, я утром мало кушаю. Кофе попила и ничего кашу. Переживали ли вы за последнее время какие-то стрессы? Вы знаете, дело в том, что был такой случай в нашей семье как раз три месяца назад. Супрог сообщил, что умер его брат-близнец, капитан корабля, молодой мужчина. Но дело в том, что мы не так близко были знакомы. Я, конечно, расстроилась, но чтобы это был какой-то такой глобальный стресс для меня, скорее нет. Мы ездили на похороны, и там дул очень сильный ветер. И мне кажется, что, возможно, меня простудило. Что вы там простудились? Да. И после того, как вы вернулись, у вас, собственно говоря, и начался этот кашель? Да. Марина, давайте проверим вас определённым тестом. Я думаю, это будет интересно и вам, и нашим телезрителям. Для этого нам понадобится всего лишь один листочек, чистый лист бумаги и карандаш или ручка. Я попрошу вас нарисовать три фигуры. Первая фигура – это будет животное, с которым вы себя ассоциируете. Замечательно. Вторая фигура – это будет цветок. Нарисуйте цветок, с которым вы себя ассоциируете. Замечательно. И подумайте, и представьте воду. И с какой формой воды вы себя ассоциируете? Попытайтесь это изобразить. Я могу сказать, что это мышка, правильно? Да. Мышка – это кактус и ручеёк. Ну, хорошо. По крайней мере, очень просто понять, что, изображая, сравнивая себя с мышкой, вы тем самым пытаетесь спрятаться. Спрятаться от внешнего фактора, который вас беспокоит. Изображая себя, ассоциируя с кактусом, а ведь я попросил вас цветок нарисовать. Кактус – это маленький, зелёный, защитный, с иголочками цветок. И мы все знаем прекрасно, когда он цветёт, что иголочки в любом случае нужны как и шипы на розах, так и иголочки на кактусе для того, чтобы защищать себя. Вы боитесь внешнего фактора. И мы разберёмся дальше, что это за фактор. И вы изобразили ручеёк, а я попросил вас изобразить воду. Тем самым этот ручеёк всегда пытается что сделать? Убежать. Убежать. Убежать от какого-то опять же фактора. Убежать от какой-то причины, которая вероятнее всего вызывает в вас рефлекторный, невротический, психосоматический кашель. С точки зрения физиологии в настоящий момент вы абсолютно здоровы. У вас чистые лёгкие. У вас нет аллергической реакции. У вас нет воспаления в организме. Поэтому говорить о том, что у вас присутствуют воспалительные реакции нельзя. Но тем не менее, кашель – это защитная реакция. И она у нас возникает в том числе во время невротических расстройств, во время раздражений, стресса, переживаний, которые мы так часто в нашей жизни проходим. Когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, даже в детстве это бывает, когда начинают дети переживать, у них возникает либо икота, либо кашель. Когда мы сталкиваемся, например, во время публичных выступлений, детей в школе просят выступить, они часто запинаются, начинают заикаться или кашлять. И это касается в данном случае того фактора, который, вероятнее всего, повлёк кашель в вас. Поэтому очень важно сейчас соблюдать те рекомендации, которые я вам дам, контролировать их. Мы составим для вас дневничок определённый. И в первую очередь мы успокоим вашу нервную систему с помощью дыхательных упражнений, с помощью занятий спортом. Ну и определённые травяные, лекарственные препараты я тоже вам порекомендую. Дыхательная гимнастика в первую очередь будет заключаться в надувании шариков. Обычные шарики. Помните, в детстве все мы надували их, но при этом нужно их обязательно лопать. В нашем организме возникает кратковременный стресс. И во время этого стресса перестаёт возбуждаться нервные окончания, которые в результате возбуждают тот нерв, приводящий к кашле. Помимо этого я вам порекомендую травяные отхаркивающие средства, ну и, конечно же, занятия спортом. Это в первую очередь плавание. Во время плавания нормализуется наше здоровое дыхание с определённым ритмом, и психическое состояние улучшается. И тогда вы будете вполне здоровы, пропадёт вся симптоматика, вы не будете по этому поводу переживать. А если всё-таки у вас какие-то сомнения есть, я рекомендую вам пообщаться с тёщей, с братом, собрать круглый стол, за чашкой чая, проговорить все переживания, обсудить друг с другом. И, к сожалению, обстоятельства в нашей жизни бывают разные. Со всем приходится смириться. Нужно прожить этот этап и думать о будущем. Спасибо вам большое, доктор. Если будут вопросы, я всегда на них вам отвечу. Спасибо. Невротический кашель – это рефикторная реакция, с помощью которой организм пытается чистить наш организм от инородных дыхательных тел, вирусов и других возбудителей. В случае Марины он носит в первую очередь психотический, психосоматический характер. Но справиться с этим может в первую очередь она сама, с помощью лекарственной терапии, дыхательной гимнастики и седативных средств, которые успокоят её нервную систему. Она, безусловно, с этим справится. Субтитры создавал DimaTorzok